Будучи родителями, каждый человек знает, что ребенок спрашивает. Один ребенок хочет то, другой ребенок хочет второе. И таким образом, когда ты даешь даже choice, человек думает, зачем вообще спросил. Потому что наоборот, тут становится очень много разногласий. И каждый раз, когда один ребенок хочет направо, другой ребенок хочет налево, и это очень сложно. Но когда ты что-то для своего ребенка делаешь, и ребенок тебе пишет красивый thank you note, письмо написал тебе, оставляет у тебя свое письмо, я не знаю, на кровати твоей, ты берешь это письмо, когда ты читаешь письмо, тебе становится настолько приятно, настолько хорошо, что ты думаешь, что ребенок стоит в сто раз больше сделать. То есть это согревает сердце папы и мамы. И на этой неделе мы читаем корбанод, и один из корбанод это был корбан туда. Корбан туда это жертвоприношение, благодарение. И написано, что в будущем все жертвоприношения аннулируются, кроме жертвоблагодарения. Потому что человек, когда он благодарный, тогда хочется для этого человека сделать еще больше. И поэтому, допустим, когда мы молимся, мы читаем лахаш, мы читаем все это тихо. Когда Шалех Тибур, он делает хазара и читает снова уже громко, мы на все благословения Шалех Тибур читаем, мы говорим баруху барушумой аминь. Но единственное благословение, которое мы читаем сами, даже когда уже громко, даже Шалех Тибур, он читает свою часть. Весь Тибур, все остальные люди читают свою часть. Какую-то часть, это часть мудима, благодарности. Когда мы читаем благодарность, почему? Потому что я могу помолиться за, допустим, рфашлема кого-то, за успех кого-то. Я могу помолиться за разные визамашиаха ради кого-то, да? То есть я могу помолиться, но сказать спасибо за кого-то я не могу. И поэтому спасибо мы читаем громко все вместе, потому что никто не может быть Шалехом, чтобы сказать спасибо. И единственное, которое жертвоприношение мудрецы говорят, оставится, это будет именно молитва спасибо. То есть жертвоприношение спасибо, которое мы, Худуха Ад, будем делать. И когда человек, он благодарный, это высшая мера, когда человек, он благодарный. Потому что у нас, у человека, если ты сделал сто раз хорошее, и один раз сделал плохое, то ты самый нехороший человек. Но мы должны знать молитву благодарности, мы должны научиться у Авраама Вину. Авраама Вину, он когда ушел, Лот с Лотом они разделились, Лот ушел в свою сторону, Авраама Вину, он пошел в другую сторону. И когда пришло время, что взяли Лота в плен, Авраама Вину оставляет полностью все свое хозяйство, полностью весь свой бизнес оставляет, для чего? Чтобы спасти Лота. Теперь, для чего ты спасаешь Лота? Ведь он тебя предал. Ты его сделал богатым, ты его сделал знаменитым, он тебя предал. Почему ты идешь его спасать? Ответ простой. Когда Авраама Вину выходил из Урказима, из дома своего отца, он не знал, куда он идет. Он не знал, что ему будет. Лот ему сказал, I got you. Я буду с тобой идти туда, куда ты пойдешь. Он не знал, куда я шел. И когда он сказал, что я вместе с тобой пойду, не переживай, из-за этого Авраам Вину сказал, он мне сделал добро когда-то, когда я нуждался, я ему всю жизнь должен. Несмотря на то, что потом он его... Потом, благодаря Аврааму, Лот стал богатым. Он стал знаменитым. У него все было. Авраам Вину уже сто раз расплатился с ним. Нет. Авраам Вину говорит, тебе человек добро один раз сделал, ты ему в долгу всю жизнь. Даже если ты уже сделал добро ему обратно. Но добро человек тебе сделал, Авраам Вину говорит, всю жизнь ты в долгу. И поэтому мы зморли туда. Мы будем... Жертвоприношение туда. Жертвоприношение это благодарение. Это будет навсегда, потому что it's the best kind of жертвоприношение, которое может быть. И это самое лучшее качество, когда человек, он благодарит. И, кстати, я закончу на том, что мы начинаем день. Каждое утро, когда мы открываем глаза, с чего мы начинаем? Мы говорим, thank you, спасибо тебе. И поэтому мы тренируем себя, говорим, thank you. Thank you, thank you. Ведеран Г-шем. Безеку, лимитзвот. Баруха, Адонай, лоула ма, 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 ма.